Я давно заметил, что почему-то почти все свои машины строятся где-то в воздухе, не под землей, не под водой, а именно в воздухе. Ребят, за что? Таким образом мы теряем большое количество интересных механизмов, например, бур. Хотя редко-редко его всё же строят для добычи Незерита. Однако почти никто никогда не строил подводную лодку в Майнкрафте, которая будет плыть, и ты сможешь в ней жить. Да, вы угадали, именно её я сегодня и построю. Приятного просмотра. Внимание, свим-машина, я и решил так назвать, работает при помощи таких блоков, как мёд и слизь. Именно благодаря этим блокам в целом есть такие передвижные постройки. Ведь эти два блока могут цеплять другие блоки, если ты их передвинешь, то блоки, которые за них зацеплены, тоже передвинутся. Я, конечно, сейчас вам об этом рассказываю, но на самом деле я даже этого не знал. Потому что я вообще первый раз собирался строить свою машину. И вот как раз по этой причине я начал искать миллион туториалов, как в целом устроены эти свои машины. Потому что, повторяю, я вообще ничего не знал, абсолютно ничего. И знаете, посмотрев дофигища гайдов, я понял следующее. Во-первых, блок мёда и блок слизи выполняют одинаковые функции, только вот блок мёда может ещё и передвигать сущности. Например, стойку для брони. Как в то время блок слизи этого не может. Во-вторых, это всё, что я узнал, гугля видосы на русском ютубе. Просто ни единого гайда, как работают свои машины. Нет, конечно, есть туториал, где объясняется, как работает самая простая своя машина. И за это, кстати, спасибо. Но, а кто мне объяснит, как работает вот эту? Да, я могу построить в тупую блок за блоком по гайду, но я хотел понять, как это работает. И, к сожалению, таких гайдов в руссегменте просто не было. Поэтому я решил стать предателем и чекнуть запад. И да, там были такие гайды. И посмотрев их, я опять почти ничего не понял. Потому что я плохо знаю английский язык, а Яндекс плохо в них переводит. Так что забудьте, что я там говорю про то, что я хочу понять, как работают сложные свои машины. Просто выкиньте это из головы. Потому что мне придётся просто взять чей-то механизм и перестроить его. А также, молиться Богу, чтобы я понял, как вообще это всё работает. Ну, короче, выбрал я вот этот механизм. Приглянулся он не тем, что как раз похож на Суммарину. А это то, что я хотел построить. И, конечно же, когда я его сначала построил по видео гайду. Кстати, рекомендую строить механизмы именно по видео гайду, а не просто братский мат. Потому что, когда вы будете строить по видео, вы сможете хоть что-то понять, проверено на своём опыте. В общем, когда я первый раз построил этот механизм, как вы думаете, что случилось? Да, правильно, он не заработал. Проблема была в том, что я неправильно поставил блоки мёда и слизи. И вот, построив второй раз, да, оно заработало. Конечно, с вагами, но заработало. И знаете, я даже могу вам немного рассказать, как эта штука работает. В общем, вот тут находится двигатель, благодаря которому эта штука движется. А вот тут уже находятся отсеки. И передвигаются они благодаря вот этим поршнями наблюдателям. Кстати, один отсек в длину 12 блоков, потому что лимит, который может передвинуть поршень, это как раз 12 блоков. Теперь вы это знаете, не благодарите, а просто поставьте лайк. Таким образом, построив супмарину в одиночной мере, я начал переносить её на сапшилл. Ресурсов нужно было не так много, так что с этим проблем не возникло. Проблемы возникли в целом со строительством. Я хотел построить по схематике, так как уже было замучиво строить эту штуку в одиночной мере по 2 часа. Однако, по какой-то причине у меня не хотела нормально работать лайтматика. Что я имею ввиду под этим? Так вот, у лайтматики есть изи-плейс-мод, который ставит за тебя блоки. В прошлом видосе, благодаря этому, я направил воронку к барьеру. В ванильной микрафте это было сделать, как вы помните, невозможно. И в общем, изи-плейс-мод отказывался поворачивать блоки, так что мне пришлось самому их ставить в правильную сторону. Ох, ужас. И да, это и вправду было вообще-то проблемой, так как из-за этого мне придётся строить всё намного дольше. Плюс есть шанс, что я не услышу и что-то пойдёт не так. И да, всё пошло не так. Механизм отказался работать, и своя машина, которая находится внутри субмарины, просто уехала без неё. Да уж, бывает. Ну ладно, сносим старую подводную лодку и строим новую. Она-то уж должна работать. Жесть, работать я всё построил, я бы так сказал, если бы у меня не начал вылетать микраф. Из-за моего механизма. Хотя это было странно, в одиночной мере да, у меня лагало, но не вылетало же. Тогда почему здесь вылетает? Я предположил, что может быть это из-за количества происходящих действий в один тик. Майнкрафт обрабатывает вот такое количество поршней и такое же количество наблюдателей, так что микрафт должен учесть все передвигаемые блоки. Да уж, а для моего ноутбука. Так что я решил сократить механизм вдвое, убрав около 300 блоков. И вот, он теперь вот такой вот маленький, зато у меня теперь точно не должно вылетать. У меня вылетает. Так, а что теперь нам делать? Ну, короче, придётся строить новую подводную лодку. Однако все остальные свои машины тоже выглядели достаточно сложно. И у меня по-любому опять вылетал Майнкрафт. Поэтому мне пришлось придумывать самому свою мини-подводную лодку. Мини-лодку, потому что если я построю большую, то у меня 100% будет опять вылетать. А если даже не будет вылетать, то как, я об этом не знаю, пока не построю. Мне нужно будет опять 5 раз построить один механизм, так ещё не факт, что он и правда оптимизирован, и у меня не вылетит. Короче, это было рискованно, так что я решил так не делать и просто построить мини-лодку, и всё, отстаньте от меня. Знаете что, пока я 10 раз носил, а потом заново строил прошлую субмарину, я кое-чему научился. Поэтому я быстро придумал, как будет передвигаться моя подводная лодка, никак я в ней не буду задыхаться. Эту свим-машину, в которой я буду плавать себе и радоваться жизни. Теперь вас, наверное, интересует, а куда путешествие, а зачем путешествие. Так вот, я решил построить небольшое испытание для одного из контент-мейкеров Сапшилда, который тоже находится в клане Ice Strikers. А именно, это Фовра. Поздоровайтесь с ним. А вообще, из-за того, что моя прошлая субмарина отказалась работать, мои планы пошли немного, ну, не по плану. Потому что изначально я хотел, чтобы большинство действий совершалось внутри подводной лодки. Ну, типа, места тут много, можно, типа, сделать небольшой квест там по поиску пробоины в субмарине, плюс, ко всему прочему, тут можно было бегать. Вообще, изначально я планировал сделать здесь базу, типа, привезти сюда животных, жителей, сундуки. У меня была бы переносная база, хотя переносной она была бы до тех пор, пока не врезалась бы в какой-нибудь остров. Хотя у нас, на самом деле, есть целый океан, протяжённостью 14 тысяч блоков, и можно было бы по нему путешествовать. Изначально я, кстати, так и планировал, но когда перед постройкой субмарина я начал осушать территорию, я заметил, что я начал осушать не там. А потом мне стало лень менять это, и в целом я так и оставил, потому что я ленивая собака. Гав-гав. Однако, как вы знаете, я построю субмарину, у меня тоже пошла не по плану, так что я просто решил построить небольшое испытание, если бы испытание было большим, то видос бы не вышел сегодня. Но, как по мне, самое главное, что испытание будет интересным. Так вот, я построю три загадки, где нужно будет просто найти там рычаг где-нибудь, угадать пин-код, в общем, ничего тяжёлого. Первое испытание, это как раз просто угадывание пин-кода, но вот второе уже более интересное. Тут нужно будет сначала найти рычаг, который находится, как можно было подумать, вот в этом уберинте, вот в которой находится прямо у глаз. Однако рычаг находится вот в этих развалинах, ждет пока на него нажмут. И после нажатия поршни вытолкнуты наблюдателя, и нужно будет просто взять сжигалку и поджечь свечи. И все, испытание пройдено. Если честно, я бы сказал, прошу Фавору это испытание или нет, но пока я пишу этот сценарий, я еще сам этого не знаю. Третье испытание связано с моим видосом про барьер. Да, я фанатка своего видоса про барьер, но здесь ко мне вопросов нет. Так вот, Фавор должен будет построить механизм, благодаря которому я мог брать вещи, находясь за границей мира. За каждое испытание Фавор будет получать алмазные блоки, в итоге у него должно набраться около 20, плюс-минус. Только вот до того, как я вообще начал строить этот вент и саму подводную лодку, я сходил в энд, чтобы залутать элитры. Это был вообще мой первый раз, когда я лутал элитры на сапшилде. Так еще тут и сам энд был обновлен, так что мне очень даже повезло. Естественно, большинство элитр были уже залутаны, так что мне пришлось пробежаться 11 тысяч блоков и найти свои первые элитры. Ключевое слово, найти элитры, потому что у меня уже были свои, а эти я нашел по рофу. Однако, после того, как я их нашел, я решил не останавливаться и идти дальше. Но как только я начал строиться под бездной, на сервис что-то логнуло, и у меня не поставились блоки, и я упал в войну. Естественно, я пошел писать модерации, и они мне ответили, но я отменил жалобу, потому что все просто. Как оказалось, я поставил на 1 элитры в эндер сундук, и единственное ценное, что я потерял, так это мой алмазный киркл нашел. Однако, мне на нее было пофиг, так что я просто забил на потерянные вещи и пошел дальше строить субмарину. Кстати, о ней. Фавор наконец-то пришел, и теперь пора его мучить. Перед тем, как начинать сам ивент, я решил показать ему, почему я так долго его строил, около двух недель. Вот эту штуку я, короче, строил, она, 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 короче, работает, но из-за нее, она, ну, ты вылетаешь из Майнкрафта. Хотя она в одиночестве. А что здесь, что из-за пробоина, я не понял. Да все, это не рабочая уже штука. Я рисы не брал, потому что хотел показать. А все, это был весь ивент? Да, ой, нет, но изначально это мог бы быть весь ивент. Кстати, зацени, вода, да, ведь крутая. Вообще, да, аномалия, аномалия. Видео про потоп, мое любимое. Естественно, Фовар оценил мой труд, и теперь мы с ним поехали вот на этой мини-субмарине. Приехав к первой загадке, Фовар немного испугался рычага, который просто стоял в себе. И к этому рычагу Поварова Флова подключен поршень, чтобы запутать человека, который будет проходить все это дело. Бля-бля-бля-бля-бля. Вот, без этого, понятно? Без чего без этого? Ну, без взрывов. Короче, я тебе могу сказать, ты должен одновременно нажать три кнопки. Но чтобы, пока одна кнопка работает, нужно нажать другую и другую, и так к тебе выпадет лоял Аб. О, выпала, Фовар, смотри. Пять АБС сейчас ты получишь. Ура. Жесть. Разнорабо... Ой. Ой. Осуждаюсь, если чё. Всё, Фовар, молодец, ты решил первую загадку, она была суперлёгкая. А теперь, короче, знаешь чё? Да. Короче. Жесть. Прикольно. Короче. Чё прикольно? Чё прикольно, я не понимаю. Прикольно, что здесь шалкеры есть бесплатные. Решил первую головоломку, мы сразу же отправились к следующей, в которой, как я уже говорил, нужно будет найти рычаг и потом зажечь свечи. Кстати, если вы не понимаете, почему она мне так скин, то сейчас я вам объясню. Так вот, сейчас я вовсе не оклемка, а сейчас я оклёмка. Обычный археолог, который изучает затонувшие руины. И я позвал с собой Фовару, чтобы он сделал всё за меня, потому что мне лень решать эти простые загадки. Да, вот такой вот я оклёмка. Да, да, да. Короче, Фовар, знаешь, чё я подумал? Короче, ну рычаг, наверное, не здесь, Фовар, а лабиринт. Просто так бы паров и сделан. Иди, пожалуйста, поднимайся наверх, Фовар. Аааа. На тебе землю. Ну дай мне булоков. На, на, собери. Залезь обратно. Ой, ой. Фовар, ты чё делаешь? Ой, всё, нормально, нормально. Подожди, а у меня там дерево есть? Нет же, у меня там дерево. Чё, что там горит? Возможно, земля там горит. Фовар, откуда у тебя зажигалка? Из шалки, да? Так, Фовар, это так, короче, не делается, пожалуйста. Не нарушай правила игры, Фовар. Ой, он взял вот так оклёмку поджог. Какой оклёмка? Ты о чём? Шизофрению, что ли? А клёмку взял поджог. Аа, ну ладно. Ё-моё, ну что ты прям как ребёнок? Ну вот же здесь рычаг, Фовар. Ну ладно, ну блин, Фовар, ну ты ломаешь, так не честно. Нет, там, да ничего не надо ломать, чтобы найти рычаг. Просто встань, где я вот, встань, где я вот. Да всё, не хватит мне подсказывать. И чё? Ладно. Короче, Вован, смотри, у нас пейзажи с тобой, видишь? Вон, пейзаж. Смотри, смотри, как жесть. Как думаешь, ты сейчас будешь там что-то делать или нет? Да. Да. Думаю, нет, потому что это не твоё. Блин, ну ладно. Подъехав к третьей головолонке, Фовар сначала не понял, что делать. Бегал туда-сюда, лодки мне ломал, и в целом вёл себя как некультурный. Да ты его поставил, Фовар? Я... Задай. Он мой. Всё, мы теперь поняли, что это хренать и не работает. Зачем ты камень-то поставил? Теперь мы берём... Уйди, фермы. Ут, хватит толкаться. Теперь мы делаем вот-вот так. Вот-вот так. Чё? Заходим в вороночку. И я вижу, что в неё тыквенный пирог сосали. Как он сделал? Блин, ну на самом деле, если без шуток, я сделал это по другому видосе. Ну ладно, тоже так сойдёт. Ты видишь, как я сделал? Я сделал гораздо меньше. Гораздо. Да тебе надо было сделать видос про проерфор. Чё ты уж... Да вообще, да. Когда Фовар прошёл все мои испытания, я дал ему суммарно 27 АБ, чтобы он мог себе что-нибудь прикупить. Потому что, по его словам, у него ровно сейчас 0 алмазных блоков. И это предусловие, что он недавно продал улитры за 40 АБ. Куда он их потратил, мне даже знать не хочется. После ивента мы с ним спокойно поехали обратно на своей машине. И по дороге был небольшой инцидент Повар поломал мне машину, но к счастью я ее починил И я не знаю зачем вам знать такие мелочи Приехав обратно к началу ивента, я посмотрел вдаль и задумался Я строил этот ивент около 17 часов В основном все время шло на стречи со субмаринами Однако строить эти подводные руины тоже была той задачей Потому что сначала нужно все осушить, а потом только строить Плюс когда строишь механизмы, ты заранее не знаешь Сколько места тебе понадобится Поэтому приходилось увеличивать постройку И когда ты увеличиваешь постройку, вода тут и там ломает твой механизм Об этом все у меня думал и вспомнил, что я должен был вернуть губки Которые я дожу у Куана, если я их не верну, то меня кикнут